Районный суд Симферополя сегодня определит меру пресечения еще девяти морякам, задержанных в Керченском проливе кораблей, которые незаконно пересекли российскую границу. Накануне арестовали 15 подозреваемых. Под стражей они проведут два месяца. Из Крыма на прямую связь о студии выходит Яна Щербатая. Яна, приветствую. Где будут находиться арестованные и какое наказание им грозит? Здравствуйте, Андрей. Все 12 моряков, над которыми накануне прошли судебные заседания, это был младший состав, матросы и мичманы, будут находиться в Симферопольском СИЗО до 25 января 2019 года. Моряков судили по статье 322 Уголовного кодекса России. Это нарушение границ Российской Федерации. Теперь им грозит до шести лет тюрьмы. Сегодня пройдет еще одно судебное заседание. Рассматривать дело уже будут командиров кораблей Бердянск, Никополь и Яны Капу. Какую меру пресечения выберут им, станет известно уже только после того, как пройдет суд. Но мы предполагаем, что, наверное, их также заключат под стражей в СИЗО. Так как на этом настаивает само обвинение. Дело в том, что у моряков здесь, в Крыму, нет ни жилья, ни родственников. Остановиться им негде. А преступление, в котором их обвиняют, квалифицируется как тяжкое. Поэтому оставить их где-то под подписку о невыезде или, допустим, под домашним арестом, просто, в принципе, невозможно даже из соображений их собственной безопасности. Примечательно, что защищать в суде украинских моряков будут адвокаты, которые в свое время защищали представителей запрещенного в Российской Федерации Меджлиса. Адвокаты рассказывают, что защиту они будут строить на основе российского законодательства. Какую, я напомню, какую меру пресечения изберут сегодня командирам кораблей, которые накануне незаконно пересекли границу Российской Федерации, и станет известно чуть позже, время проведения суда нам неизвестно, информацию не разглашают, журналистам об этом не рассказывают. Ну, а я напомню, в воскресенье утром три корабля военно-морских сил Украины пересекли границу Российской Федерации в нарушении абсолютно всех законов, всех правил международных. Наши пограничники неоднократно требовали у них остановиться, однако они этого не делали, и ближе к 7 часам вечера в воскресенье они попробовали подойти еще ближе к Крымскому мосту, где наши пограничники уже их остановили, задержали. Сейчас все три корабля, это Бердянск, Никополь и Яны Капу, находятся на причале Керченского порта, а сами моряки здесь, в Симферополе, в 12 уже находятся в СИЗО, над остальными, я напомню, суд пройдет. Сегодня мы продолжаем здесь работать, следить за ходом развития событий. Андрей. Спасибо, Яна, на прямой связи с Крымом, где сегодня сберут меру пресечения задержанным украинским морякам. Была моя коллега Яна Щербатая. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...